Тепличная отрасль в последние годы приобретает популярность на территории Хасавюртовского района, что в свою очередь позволяет обеспечивать население района овощной продукцией собственного производства, а этому способствует повышение спроса на рынке и реализация программы импортозамещения в сельском хозяйстве. На днях специалисты муниципально-казенного учреждения УСАХ Хасавюртовский район Расул Хасаев и Юрий Бабаев побывали в селении Тимироул в тепличном хозяйстве индивидуального предпринимателя Германа Ахмедова с селью ознакомления ходом посадки рассады томатов. Хозяйство площадь под теплицей занимает 0,21 гектара, а выращиваются томаты методом капельного оращения. В теплице вот уже третий год мы выращиваем томаты сорта Парадис, Мейджик говорит предприниматель. Сорт выведен японскими селекционерами и предназначен специально для выращивания в теплицах. Преимущества данного сорта Плодоносит начинает через 75-80 дней после высаживания рассады, высокая урожайность около 80 тонн с гектара, нетребовательность к уходу, высокие вкусовые качества, устойчивость к заболеваниям. В данный момент практически завершили посадку рассады томатов, которые вырастили тоже у себя в теплице, произвели подкормку, строго применяли органические удобрения Агромастер, чтобы вырастить экологически чистую продукцию и уложили шланги для полива методом капельного оращения. В теплице постоянно работают три работника. Их заработная плата околебрется от 15 до 20 тысяч рублей в месяц, в зависимости от сдельных работ. Самое важное в том, что наши томаты вытесняют импортную продукцию. Потребители предпочтение отдают местной экологически чистой и качественной продукции, без применения химикатов. Реализацию томатов производим в районе и в городах России, Москве, Воронеже и Саратове. В планах хозяйств участие в госпрограммах по поддержке тепличной отрасли для расширения производства томатов, подчеркнул Герман Ахмедов. В хозяйствах технологии выращивания томатов в теплицах методом закрытого грунта и с капельным оращением соблюдается. Отклонение от агротехнических норм при посадке отсутствует. Также были даны соответствующие рекомендации и консультации для участия в госпрограммах по поддержке тепличной отрасли, что должно напрямую заинтересовать начинающих сельхозтоваропроизводителей и фермеров района, подчеркнул специалист УСАХА Расул Хасаев. Продолжение следует...